Достижения в реализации национальных проектов – один из показателей успешности города. На сегодняшний день в Самаре действует 10 основных федеральных нацпроектов. Внимание уделяют каждому из них, но на особом контроле нацпроекты, связанные с медициной, демографией и развитием инфраструктуры города. Так, дополнительные места в дошкольные учреждения появятся уже в ближайшее время, благодаря открытию двух новых детских садов и окончанию капитального ремонта еще четырех. Говоря о строительстве и развитии транспортной доступности, в мэрии отметили, что Самара – один из городов-лидеров в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». В строительстве новых и ремонте старых дорог службы города преуспели. По состоянию на октябрь цели нацпроекта достигнуты на 100%. Выполнена работа по комплексному ремонту Волжского проспекта, ремонту 37 участков автомобильных дорог картами свыше 100 погонных метров, общей протяженностью 57,5 километров. Обсудили на совещании и льготы для разных категорий жителей. В центре внимания – обеспечение жильем. К концу года, благодаря средствам городской казны и вышестоящих бюджетов, 302 человека смогут получить социальные выплаты на приобретение собственной жилплощади. На 31 октября обеспечены социальными выплатами 285 граждан и семей. Также на совещании рассказали о динамике цен в продовольственных магазинах. Специалисты профильного департамента отметили снижение стоимости на продукты первой необходимости. Например, гречка подешевела на 15%. Цена на продукты из так называемого борщевого набора упала практически на 50%. Дешевле, чем раньше, можно купить картофель, капусту, лук и морковь. Как отметили представители профильного департамента, мониторинг цен на продукты, в том числе первой необходимости, продолжится и в будущем, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить необоснованного повышения стоимости. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.